Серёж, привет. Привет, сынок. Привет. Слышишь? Привет, Серафим. Пойдём, пойдём. Пробуляю с вами немножко. Пойдём, пойдём. А то и по-другому мама вас не приводит на встречу, сынок. Видишь? Так соскучились по попе-то, да? Серафимушку, давай попе руку. Давай руку. Ты чё? Скучились. Вот как вот суд установил порядок общения, сын. И закон надо исполнять. Мама должна приводить вас на встречи. А мама нарушает закон Российской Федерации. Это преступление называется, дорогой. Всё. Нельзя нарушать законы Божьей, прежде всего, и нашей страны. Слышишь меня? Ты же, да? Ты в такой храм ходишь, скажи. Научили молчать, да? Как сказать. Да, сколько же вас учили? Долго. Долго учили молчать. Смотри, чё я тебе скажу. Ты же отрок уже большой. Давайте поближе, поближе идите, друзья мои. Послушайте, пожалуйста, что я говорю с сыном. Протокол же надо подписывать встречи. Подпишем протокол встречи, да, сын? Смотри, что я скажу, Серафим. Давай ручку-то. Папе ручку-то дай. Чё такое? Смотри. Ты в храм ходишь? Ходишь. А я помню, как ты сказал, что ты мне не папа. Помнишь, я такое сказал? Я, кажется, понимаю, что тебя мама научила. Так говори, но я тебе вот что скажу. Если ты сейчас не попросишь прощения у меня, у кого отца, я тебя запрещу. Запрещу тебе прощищаться. И если ты будешь почищаться, то в описании, мы задаем причем, что в нем сказано. Потому что воля мамы это одна воля, а у вас своя свободная воля. И ты меня слышишь? Я тебе даю сейчас 10 секунд подумать, если ты этого не сделаешь, я сейчас тебя отлучу. Слышишь меня? Тебе будет запрещено причащаться до тех пор, пока ты не попросишь прощения у меня. И Серафим, слышишь меня? Ты слышишь? Идите сюда быстрее, я сейчас самое главное скажу. Серафим, ты слышишь меня, я что сказал? Слушай меня. Быстрее, идите сюда, я сейчас главный буду говорить. Идите сюда быстрее. послушай, поскольку ты сейчас, Света, иди сюда, быстрее, ближе, я сейчас буду отлучать его. Послушай, если ты значит, властью от Бога мне данной, слышишь? Серафим, отпусти меня. Властью от Бога мне данной. Я запрещаю, я запрещаю тебе, Серафиму, моему сыну Валерьевичу и Сергею приобщаться святых крестовых тайн. Я запрещаю вам. И до тех пор, пока вы не покаетесь, перед Богом, вам будет запрещено причащаться. Слышишь, я что сказал? Ты слышишь меня? Ты меня слышишь? Вот я тебе это сказал. Таким образом, вы сейчас с этого дня находитесь под клятвое отца. Под клятвое отца. Слышишь? Вы сейчас находитесь под клятвое отца. И до тех пор, пока вы не покаетесь, вы будете отлучены от церковного общения. И я запрещаю, запрещаю вам причащаться властью от Бога мне данной. Я напишу рапорт епископу, вашему попу, и буду ждать от вас покаяния. А она, ваша мать, нарушила обеты таинства брака. И покаяния не принесла до сих пор. Слышишь меня? Это очень важно, то, что я сейчас сказал. Я это сделаю письменно и напишу письменно. Вот сюда встань и с ней снимай. Что вы отлучены мной от церковного общения. С этого дня. Леша, иди сюда. Я их сейчас отлучил. Я их связал своим словом и отлучил от церковного общения. Я дал сыну время покаяться, Серафиму. И ты тоже отлучен сыну. Понял? Пока не покаешься, вам запрещено причащаться. Все понятно. Все понятно. И не мама будет отвечать за ваши поступки. Она будет отвечать. Но вы сами будете отвечать за них. Тебе сколько лет? Ты что сказал отцу? Ты понимаешь, что это отречение от отца то, что ты сказал? Это большой грех. А папа, если любит, должен наказать своего сына. Поэтому с этого дня какое сегодняшнее число? Сегодня память преподобного Макария Калязинского. Где ты был, кстати, на колокольне. И с этого дня 30-го Какой день? 30-е марта 2018-го года ты, Серафим, и ты, Сергий, отлучены от церковного общения. И никто, ни один священник вас от этого не разрешит. Пока я пока я не врачу. Понял? Вы поняли меня? Потому что я не могу вас не наказать после того, что вы делаете. К чему вы последовали? А дальше Господь Господь дал власть отцу. Дал власть мужу. Имей это в виду. И передай вашему папу, что он также будет взбережен из сана. На красный идет, смотри. На красный пошла. Снимай, на красный идет. И передай вашему папу, что он преступник. И также будет наказан и извежен сана за то, что он содействует, прелюбодеется в растлении семьи, в растлении брака. Имейте это в виду. Вы меня услышали? Я думаю, да. Я несколько раз повторил. А что так? Бедные дети мои. Вот до чего вас довела мать. Да? Запрещение отца. Я этого не хотел делать. Очень долго ждал. Но без моего прощения вы не сможете приобщаться. Если я узнаю, что хоть и после этого вы приобщитесь где-нибудь, это будет недостойное причастие. А недостойное причастие, знаешь, как бывает? Недостойное причастие, кто причащается. Знаешь, что бывает, Сережа? Кто недостойно причащается, тот в смерть причащается. Имейте в виду, вам запрещено. Я письменно опубликую все запрещение, и вы его прочитаете. Быстрее, быстрее сюда, иди сюда. Слышишь? Я все сказал.